Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе. Помните Samsung C100? Наверное, первый массовый телефон от компании Samsung, вышедший в 2003 году. Так вот, есть его младший брат. Samsung C110, е-мое. И сегодня как раз будет обзор этого телефона. Значит, вышел он год спустя после выхода C100 в 2004. И, собственно говоря, отличает их... Они мало чем отличаются. Это отличается, разве что, дизайн кнопок, если говорить о внешности, вы сами видите. Ну и отсутствие инфракрасного порта. Здесь инфракрасный порт был удален. Да и, в принципе, если бы и был, он бы особой погоды бы не делал. Инфракрасный порт в C100 и в других подобных Samsung этой линейки был кастырированный. Он не позволял обмениваться мультимедиа, контента предозначался. Разве что для передачи контактов. Вроде хотя я тоже не разобрался, как это делать. Ну и, разве что, с инфракрасника с ПК можно было сюда мультимедиа файлы загружать. А так, здесь его вообще убрали. От него толку, в принципе, как такового и не было. Вообще, я на влоговом канале недавно выпускал видео, что я вот купил C110. У него была убита прошивка. И, причем, настолько сильно, что толком невозможно было записать обзор. Просто очень много раз приходилось перезагружать телефон. И, короче, ну это не дело. Поэтому я купил другой экземплярчик на Авито за более-менее тоже адекватные деньги. Который в отличие от того полностью работает. Все исправно в нем. И, собственно, вот так вот он выглядел. Он был в этом корпусе, в таком бирюзоватом цвете. Состояние у него, конечно, получше, чем у вот этого корпуса. Но мне больше понравился вот этот. Поэтому я поменял их местами. Мне вот этот более темненький больше нравится. Поэтому я поменял их между собой. И, в итоге, вот работает вот это единственное. Аккумулятор не подходит по цвету. Короче говоря, какая у меня история была с этим телефоном? Его мне тоже удавалось немного поюзать. Это был 2011 год, если не ошибаюсь. И вот у меня тогда был свой C100. Не этот конкретно. Тот я потерял. Где-то фиг его знает, где он. А этот C110 я случайно увидел у узбеков одних, которые помогали моему дяде дом строить. Это было вот давно тогда. И вот у них я также удавалось поюзать. Симен C72 у них был. И вот у одного из них был вот этот Samsung C110. Как раз таки в таком цвете вот он был. И поэтому именно в таком цвете я решил, собственно, и поставить на него корпус. Есть также по цвету и такой же серебристый, как вот этот C100. Но мне хочется, чтобы было как-то разнообразнее. Собственно говоря, я увидел его. Я смотрю, блин, он так похож на мой Samsung. Короче, удавалось здесь поюзть, чуть попользоваться. Действительно много схожего всего было. Действительно много схожего было с моим C100. Но при этом много визуальных отличий было. И причем они были даже похожи. Ну, например, заставка была такая же почти, как в C200. Там шарики при включении. Точно такой же экранный при отсутствии сим-карты в телефоне. Такой же фон. И поэтому я даже на одну секунду, на пару секунд подумал, а не этот ли у деда был. Но потом я сразу же понял, что, конечно, нет. Все-таки я точно помню, что дизайн отличался. Вот, собственно, так выглядит C110, а так выглядит C200. Они оба, кстати, вышли в 2004. Собственно говоря, как я уже говорил, они почти ничем не отличаются. Только в основном отсутствие мег-порта и измененных внешних кнопок. Ну и немножко функциональность светодиода вот этого урезали. Об этом я еще расскажу. Давайте пройдемся по характеристикам телефона. Вышел в 2004 году. Весит с аккумулятором 76 грамм. Собственно говоря, аккумулятор 800 миллиампер. По крайней мере, так написано на сайте. В режиме разговора держит 3 часа. В режиме ждания 90 часов, что довольно-таки мало было на тот момент. Дисплей 128 на 128 пикселей. 65 тысяч цветов. UFB матрица здесь. Поддерживается одна сим-карта. Память 500 контактов. Есть WAP 2.0 и GPRS для выхода в интернет. И, собственно говоря, имеется полифония саркотональная. Предлагаю снять крышку, она же аккумулятор, и посмотреть на его внутренности. Значит, снимка здесь поддерживается одна. Собственно, внутренности точно такие же, как в C100. Сами видите. Собственно, по визуальному, по отличиям, мы попытаемся сравнить обе модели. Давайте включим его. Да, вот действительно. Здесь у нас совершенно другая заставка. Очень похожая на то, что была в C200, которому был у моего деда. А, нет, тут нет сим-карты, поэтому вы не увидите. Но вы можете увидеть заставку и выключение. Но, впрочем, обзор на C200 я делал, можете посмотреть, если интересно. Раньше до вот этой модели, вот тот же C100, там были свои заставки, там какие-то прикольные анимации были. Вот какая здесь была. Здесь вот такое вот дело. В каких-то были птички какие-то летающие, где-то были цветочки, какая-то природа и так далее. В Samsung D100 аэропорт показывали. Там, короче, разные прикольные были анимации. Начиная с 2004 года, и там каждая модель включалась вот с шариками заставкой. Разнообразие, короче, делали. Убрали разнообразие, но вот. Это немножко не сам приятно. Короче говоря, давайте посмотрим визуальные различия. Здесь прошивка по сути та же, но есть визуальные различия. Вот, к примеру, главный экран, он как бы... Здесь у нас часы находятся, но это из-за того, что такой фон. А так здесь различий нету. Здесь также батарейка приема сигнала. Здесь у нас контакты. Здесь вот можете видеть по иконке различаются. А так здесь все то же самое. Здесь вот такие визуальные различия есть небольшие. Так, ну пройдемся по... Собственно, клавиши все жмутся без проблем. На этом экземпляре все без проблем работает. Давайте пройдемся по меню. Собственно говоря, меню оно как бы по такому же принципу здесь. Но, как видите, иконки здесь различаются. Если тут какие-то птички, всякие улитки, то здесь уже иконки конкретно какая функция здесь идет. А так... Так здесь меню оно такое же. В принципе-то. Ну, здесь стоит сим-карта, где нету никакой меню сим-карты, поэтому здесь нету. А тут была. Здесь в дополнение есть еще... Вот, настрой параметры меню полоски. А, нет, не полоски. По кругу. И мы получаем вот такое вот прикольное круговое меню, которого не было в C100. Такое вот прикольное круговое меню, но мне больше нравилось то. Мне больше нравится вот это. Собственно, давайте пройдемся по функциям сообщения. Собственно, можно заметить, что по цветам различия. Здесь такой вот бордовенький, а здесь голубой. Но, тем не менее, по функциям, как бы, то же самое все. Временные. Тут, короче, в тексте есть различия. Но это, возможно, из-за локализации еще связано. Также вот эти вот циферки здесь разные. Состояние памяти. Собственно, здесь поддерживается SMS. Так, звонки. Здесь у нас, как видите, здесь зелененькое все. А тут было оранжевеньким таким вот. Пропущенные, входящие, исходящие. Удалить все. Время разговоров. Видимо, нету. Их почему-то существует. Значит, тут не проверял. Давайте проверим. Может быть, тут что-то есть. Да не удалить. Ладно, фиг с ним. Давайте настройки звука. По поводу рингтонов. Здесь сорокатональная полифония. Здесь те же рингтоны, что и в C100. Однако, их количество сократили. Было 38 рингтонов в C100. А здесь всего 25. Самые лучшие, на взгляд, самсунгов здесь оставили. 13 штук вырезали. Давайте послушаем их. Это, кстати, формат MMO, который на полифонической мелоде позволяет еще всякие звуки накладывать. И голоса людей в том числе. 1, 2, 3, 4 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Светодиод не моргает в ритм мелодии. Динамик очень громкий. КОНЕЦ КОНЕЦ Можно также закачивать сюда свои рингтоны, но в этом экземпляре их нет. Могу показать несколько таких с моего C100. Это другой экземпляр, не тот, который я тогда обозревал, где толком ничего не было. Какая тема прикольная. КОНЕЦ КОНЕЦ И вот такая классная полифония в этих телефонах. Есть настройка громкости. Тип сигнала можно выбрать. Звук клавиатуры. В отличие от C100, помимо вот этого набора, есть звуки ребенка, девушки, женщины. Они были в C200 также. Я их там вам показывал, как они звучат. В C100 ребенка, девушки, женщины не было. Звуки сообщений. Все те же, что и на C100. Питание классическое или веселое есть. Два варианта включения и выключения. Так, сигнал вызова должен быть обязательно включен. Дополнительные настройки звука, ошибки, поминутный звук. Нам нафиг точно не нужен. Ну и звук соединения. Настройки телефона в C100, поскольку есть икпорт, там первый пункт это включить икпорт. Здесь нет его, соответственно. Собственно, по обоям. Вот такие вот встроенные обои. Некоторые в C100 были, некоторых не было. Здесь с часами вот такой вот фон, на мой взгляд, он похуже, чем в C100. Здесь потому что как-то вот с аквариумом вот эти тексты, он как-то сливается не очень красиво. Есть еще вот такие часы и календарь. Никаких картинок от предыдущего владельца здесь нет. Параметры в меню уже посмотрели. Автоматическая блокировка клавиатуры. Приветственное сообщение можно задать. Свой номер, язык. Здесь несколько языков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь языков. Безопасность. Ну это, собственно, пин-коды всякие. Настройки дисплея. Собственно говоря, яркость, во-первых. А во-вторых, подсветка. В-третьих, по поводу светодиода. Здесь светодиод, вот этот вот, он здесь немножко урезан. Если в С100 цветов было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь цветов, то здесь всего лишь три цвета. Красный, зеленый и оранжевый. Только три цвета. Графический логотип, дополнительные настройки, автодозвон, ответ любой клавиши. Так, быстрое меню. Это, собственно, настройки, которые на главном экране. Вверх, вниз, лево, вправо. Отчего, какие функции выбирать. Собственно, органайзер. Это календарь. Каждый месяц меняется вот этот фон. Что довольно прикольно. Так, выход. Список дел можно задать. Настройки даты и времени. Будильник. Будильник один только. Можно задать. Можно выбрать звук будильника. Собственно, все те же 25 ринтонов. Также в органайзере есть калькулятор. Обмен валют. Услуги сети. Переадресация. Запрет вызовов. Ожидание вызова. Выбор сети. Идентификация номера. Закрытая группа. Игры. Игры все точно такие же, как на ЦИ-100. Их здесь 4 штуки. И они точно такие же, как на ЦИ-100. Ну, собственно, улей первая. Представляет она из себя вот такой арканоид. Но, на мой взгляд, играть мне лично, играть в него не очень комфортно. Потому что работает все неплавно. Ну и сам арканоид по себе не очень-то интересный. Все фигурки абсолютно одинаковые. И играть как-то в это не очень интересно. Вторая игра. Хомячок. Здесь нужно рисовать вот такие вот полоски, не натыкаясь на привидений. Таким образом, мы будем убивать привидений. Вот так вот. И когда мы закрасим все поле и убьемся к привидениям, мы пройдем уровень. Сколько всего уровней, я не знаю. Но с каждым уровнем будет сложнее и сложнее. Каждый раз картинка будет меняться. Игра будет проиграна после потери всех жизней, соответственно. А жизнь мы будем терять, когда будем натыкаться на привидений. Во-первых, два уровня было легко. Здесь уже огонек вот такой летает. С ним-то куда будет труднее. Вот видите, жизнь потеряли. Так, в app-браузер есть и загрузки. В загрузках нас ждет еще две игры. Первая игра это Боулинг. Come to us, боулинг. Ждем, когда загрузится. Не знаю, можно ли ставить сюда свои игры. Может быть можно. Но я не в курсе. Нажимаем играть. Собственно, подстраиваем удар, силу удара и бьем. Я, к сожалению, не точно в середину сейчас долбанул. А вот сейчас постараемся посильнее стукнуть. Ну, одна осталась. Показываю дальше счет нам. Давайте постараемся посильнее стукнуть. Не, не очень получилось. Две. Перебьем вот так. Позалипать, в принципе, можно в эту игру. Опять одна осталась. Так, а вторая игра в этом разделе это... Это... Мидипмен. Это, собственно говоря, Пакмен. Здесь игра про Пакмена. И, собственно, управлять им надо вот так. Собирать вот эти вот все штуки. И надо не попасться врагам. Стараться надо съесть все вот эти штуки, пока нас враги не поймали. У нас есть несколько жизней на это. Если мы их все потеряем, то, конечно же, игра закончится. Вот. Но это не так уж и легко. В этом разделе игры можно удалять еще, но я делать этого, конечно, не буду. Есть также звуки собственные, которые будут здесь, но их нету. Картинок также нету. Ну и настройка DNS. Собственно, на этом меню себя исчерпало. И, в принципе, функционал телефона тоже. Давайте телефон выключим. Goodbye. Такой вот Samsung C110, являющийся собратом Samsung C100. В принципе, такой популярности, как C100, телефон не получил. Поскольку, ну типа, зачем, вот есть популярный C100, зачем покупать этот? Ну, разве что он стоил немного дешевле. Может быть, это мотивировало людей покупать эту модель. А так, в принципе, такие вот дела. Модель создана была в основном для того, чтобы продвинуть C100. На сегодня все. С вас, подписывайтесь, сменяйте следующие видосы. Подписывайтесь на мой блог, канал Сводиру, ВКонтакте. До встречи в следующих обзорах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok